Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. И начнем утро с приятной новости. Мы в финале Евровидения 2017. Число 14, под которым белорусы выходили на сцену, стало таки для Нави-бенд счастливым. Этой ночью в Киеве завершился второй полуфинал песенного конкурса. За победу боролись 18 исполнителей. Финал вышли только 10. Впрочем, вот уже сутки не спит и наша съемочная группа. Алена Сырова передает атмосферу. Напевно, самые долгочаканные слова вечера. Белорус! Белорус в финале! Другий полуфинал стал счастливым для Артема Дексени. Их пригожая, милогучная и щирая история життя уразила европейцу. А 14 номер стал счастливым. И они и сами, напевно, еще не отчули всю осолоду от момента. Зраницы треба быть уже тут, и тому мы хочем выспаться, отпочить, потому что напереде финал. А их шматликие фанаты уже распевали «Хей! Хей! Хей!» Я так говорила за Нави. Я счастливая, я счастливая. И они молодцы. А уже этим вечером в Минске узнаем, кто взойдет на телевизионный Олимп. Сегодня разрешится интрига 13-го национального конкурса «Телевершина». В этом году лучших определят в 25 номинациях. Среди них как персональные, так и командные. В числе призов также гран-при и приз зрительских симпатий. Отмечено, конкурс было подано около 300 заявок от 33 телевизионных СМИ. Это больше, чем в прошлом году. Наш телеканал представлен сразу в 13 номинациях. За статуэтку поборется и ежедневная информационная программа «24 часа». Логистический центр площадью более 50 тысяч квадратных метров откроет сегодня в Китайско-Белорусском индустриальном парке. Он станет первым крупным объектом совместного проекта и позволит размещать продукцию как резидентам Великого Камня, так и международным перевозчикам. Совсем скоро в индустриальном парке в эксплуатацию сдадут еще выставочный комплекс и гостиницу. В июне там начнут возведение париклиники, проектного института и Центра инноваций. Военные инженеры готовятся к участию в конкурсе «Безопасный маршрут» на международных армейских играх. В программе состязания уничтожение противопехотных мин, сборка тяжелого механизированного моста, а также разведка брода. Экипажи инженерных машин будут восстанавливать путь для колонны колесной и гусеничной техники, проделывать проходы и разбирать лесные завалы. Состязания военных инженеров пройдут в Тюмени. И к большим спортивным планам. Координационная комиссия вторых европейских олимпийских игр прибыла сегодня в Минск. Планируется, что рабочая группа посетит такие объекты, как Минск-арена, Чижовка-арена, Дворец спорта, Футбольный манеж, а также Студенческая деревня. Запланирован ряд официальных встреч, на которых стороны обсудят подготовку турнира. Напомню, право на проведение вторых летних евроигр мы получили в октябре минувшего года. К слову, первая такого рода олимпиада прошла в Азербайджане в июне 2015-го. Тогда белорусские атлеты завоевали 43 медали, 10 из них золотые. И напоследок, туристам в Гродно предложат сыграть фараона старинными белорусскими картами. Семейна пара Янковских воссоздала игральную колоду у известной фабрики братьев Лапиных. Главные персоны карт – короли. Это реальные исторические личности. Казимир Великий, Жигамонт Август, Стефан Батури и Ян Сабески. Фирменные эмблемы и штампы сохранены. Первая пробная колода уже поступила в типографию. Под нее авторы разрабатывают вкладыш на трех языках. Продукция будет продаваться в сувенирных лавках и магазинах Гродно. Такова информация к этому часу. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра. Субтитры создавал DimaTorzok